Продолжение следует... Ты являешься самым молодым игроком, который победил в турнире подобного раунда. Спасибо. По моей информации, тоже самый молодой, но жалко, что не первый из России. Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, для тебя, как складывался этот турнир? Это был трудный турнир, сложный, и как игралось вообще? Ну, я бы не сказала, что прям вот легко игралось. Конечно, были какие-то свои сложности. Иногда было легко играть, иногда было сложнее. Особенно с Мишей. Особенно с Мишей. То есть матч с Мишей был сложный достаточно? Да, психологически. А расскажи, пожалуйста, вообще, вот когда ты играешь, ну, понятно, что турнир, практически каждый турнир складывается из двух частей. Квалификация и финальная часть. Вот когда ты играешь в квалификацию, какие у тебя ощущения? Как она играется в психологическом плане? Во-первых, смотря какой турнир. Так, то есть если и как они разлетают? То есть если турнир простой какой-то, такой не очень важный. Ну, там расслаблено. Так, а если это важный турнир какой-то? А если это прям важный, то я стараюсь концентрироваться, нормально отпускать шаг. То есть на простых турнирах ты не стараешься нормально отпускать шаг? Нет, ну я расслабляюсь, я сама получаю. Сама получается. Ну, а как тебе самой кажется, вот результат больше получается, Когда ты расслабленно играешь или когда очень стараешься, концентрируешься? Думаю, что так получается, когда эти два качества смешиваются. То есть и расслабленно, и в то же время сконцентрировано. Отлично, твое мнение совпадает с сомнениями практически всех ведущих специалистов в боулинге. Это здорово. Хорошо, но вот ты сказала, что психологически было сложно играть в финал. Да, конечно. А что на тебя давило психологически? Это личность непосредственно Михаила? Или то, что много зрителей сзади? Что вот вызывало трудности? Что я играю в финале, в моем первом финале Евротура. Что я играю с Мишей. Все напрягалось. То есть все напрягало. Но результат-то получился очень хороший. Как ты смогла перебороть вот это волнение? Я очень сильно собралась. Я старалась не паниковать. Но сплееров, конечно, много намазала. Но страйками вытянули. Но страйками вытянули. То есть страйки все равно получались, да? Ну, то есть в любом случае даже это давление. Ну, насколько я знаю, у тебя это же не первая медаль международного уровня. На чемпионате Европы на юношеском ты уже зарабатываешь. Скажи, пожалуйста, вот каждый последующий турнир высокого уровня, он легче тебе дается в психологическом плане? Конечно, ведь я набираюсь опыта. Я знаю, как вести себя в трудных ситуациях. Конечно, легче становится. Легче становится. Но в твоих ближайших планах ты уже выиграла турнир уровня Европы, ты уже получала медали на чемпионате юношеском Европы. Вот, скажем так, если мы говорим о некой мечте, что бы тебе хотелось? Чего бы тебе достигнуть? Да. Вот, что бы, что бы, какая медаль получит ее, ты бы сказала, вот этого я хотела и этого я достигла? Ну, чтобы выиграть чемпионат мира, кинув 300 в финале. Красиво, красиво, понятно. То есть 300 в финале чемпионата мира, это твоя вот, будем считать, что вот тогда ты успокоишься уже хоть чуть-чуть, да? Да. Хоть чуть-чуть. Ну, здорово, здорово. Хорошо. У нас в гостях была Мария Буланова, самый молодой игрок из России и вообще, наверное, в мире, который выиграл этап Евротура. Спасибо большое за интервью. Ждем на наших городках и ждем лучших будущих велосипедов.